Следующая была партия, сыгранная в Ленаресе, в ее следующем году. В Ленаресе, да, там проходили много лет, традиционный турнир, один из сильнейших в мире, где играли и Карпов, и Каспаров, и многие другие сильнейшие магистры мира. И вот эта партия следующая тоже из Ленареса. На сей раз тоже партия Карпов, но на сей раз он и герой. Он играет с Апаловым. Апалов, я в Апалове, стал четвертым в мире ФД спустя 10 лет. В этот момент он еще был владык журмалистом, но уже боролся на первом сей раз. А Карпов, он очень эффектно партию получил. Карпов, когда выиграли, это Д4, Д4 ходит 6, С4, С5. Да, этот ход, хотя иначе начали ходом Д4, это уже подсвоится как риск по началу, потому что черный сыгранец С7, С5, если бежит, стоит долго на С7, то это получается, вот то, что вы видели, строительская защита или защита Груффина, а если черный на С4 играет С5, хотя и круглопорядок, то это агрейское партию, агрейское начало, поэтому дебют вот и партия агрейское начало. Конь Ф3, конь Ф3, конь Ф3, конь Ф6, конь Ф3, черный берут на Д4, С5 берут на Д4, то есть здесь Херн, Белый, выступают в центре, но с другой стороны у них конь на Д4 в мощной центре, и бежит на С4, где Д5, поэтому небольшой перевес к конь на Белый, конь Белый, Д4, сейчас кто Белый, конь Белый, Д4, забрал Белый, Херн, Тарь, бежит, Белый, бежит, 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 Белый, бежит, Белый, бежит, Херн, сферами Е6, заканчивается, выводится слона, чтобы закончится, развивается. Ж3, Белый, Херн, Тарь, Белый, Херн, Тарь, и слон Ж2 будет давить на центре, Ж3, конь С6, слон Ж2, слон С5, слон Д8, С5, черный берут на Белый, на паре на Д4, поэтому Белый, Конь, Старь и С6, канал ИСС, сбываю на Р오ле, Конь Б3, сд's to 1, на ИС cat, Сминка, стоп, отбой, слава, черные семь, конь выше вперед, конца три. Теперь обе стороны рекеровались, черный рекеровались, короткая рекеровка ноль-ноль, и бенный рекеровались, короткая рекеровка ноль-ноль. Теперь черный сыграет до семьи шесть. Вот здесь пункт Д-4, на него беда начинают как раз раздобыть. Поэтому, каким образом, они выводят славу на Д-4, слава С-1 на Д-4. С пешки Д-6 показывает защищена. То есть ферзь и слава не дают, но ферзь и слава защищают. Но все-таки некоторые договоры и есть. Поэтому здесь черные сыграли колледж пять. Вот, пешка Д-6 защищена, они пытаются прогнать слона. Но здесь такой, немножко неожиданный пункт, метод Е-3. То есть, пилы отдают свою слону. Но они в данный момент попадают на коня. Поэтому, по-другому, нужно победить на Ф-4. Но идея в том, что вот эти перемены, победить пешкой, и вот эти две пешки по бокам, С-4 и Ф-4, они придерживают центр черного. Поле С-5 не дают пешку С-4, поле Д-5 не дают пешку С-4. Хотя ценой у слава. Два слава, как я и однократно говорил, когда эти два слава против слава коня, это некоторые преимущества черного. Ну, не преимущества, а некоторые шансы получить хорошую игру, так скажем, два слава. Черный придерживает центр. И здесь последовал слон Д-7. Черный, это заканчивая традиция. Слон Д-7. Ферзь Д-2. Продолжается давление на поле. На поле. На поле. На поле. Теперь. Черный отступает. Свиньи Д. Извещает между Д-6. Элит Б-8. Ну, какие другие. И отступает. Если Ферзь пошел на Д-7, то ладья Ва, ладья Ва, ладья Саакерс и ладья Саакерс, нам будет неприятно давать на Ферзь Д-1. А если на Л-6, то слон Д-7 получился у себя неудачным, но если у Ферзь Д-6, то скажем так, неприятно на Л-5. Можно сразу, не знаю, но бить нельзя из-за того, что снова висит. С этим надо считаться. Поэтому я почему-то объясняю, потому что это на В8. В принципе, такой черный, как сказать, на В8. Я стараюсь где-то делать центр, но здесь из Дрега нет. Ну, пока ничего страшного. Берден не дает доверие по линии. Е сыграли на ДФ1 и 1. Теперь они неприятно все грозит. ДФ5 грозит неприятно. Грозит ИС-5. Его не можете бить, потому что я меняюсь на С6. Я просто съедаю слона. Поэтому надо как-то предотвратить такое движение. Собственно, из-за этого дело имели. Отдавать колонажем. Звозить пешку, потом пешку привести вперед. Поэтому ученые защищают пункт ИС-5. Каким образом? И мешают правительство берет пешку ЕФ. Каким образом? Здесь пункт ИС-5. Я прошу собрать пешку 4 и 5. Видите, почему приятно? Потому что после ЕФ там нужно потерять слона ИС-7. Как защищать пункт ИС-5? А? А? Правильно. Так и было в квартале. 7-6. Белый сыграл АС-4. 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 То есть продолжает некоторую инициативу на террористых планах. На АС-4 последовало АС-6. Вы меня не знали. Значит, здесь в чем идея. В первых предметах с фото КМГ-5. Если вы не добрыли на пункт ИС-6. Сыграли АС-6. Белый сыграли дальше. Белый сыграли дальше. Белый сыграли АС-5. Но пить пешку АС-5. Бить пешку как не хочется. Потому что там собрали сыграли с КС-5. Опять же на АС-5 потом все равно Белый отыграли. Поэтому черный сыграли ВС-7 и В-5. Пытаются завязать игру на ферриков плане. Белый сыграли АС-6. 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 И черный сыграли АС-6. И черный сыграли АС-6. Так, тут белый сыграли АС-6. И здесь белый сыграли очень красиво. Какой ход будет. Как можно захватить инициативу. Ну ладно, я вам расскажу. Белый сыграл довольно красиво. Конь С-5. Он жертвует коня. Он даже не жертвует, конечно. Потому что если черный сыграли коня, то белый сыграли на доселе. Ну а отступать-то им, конечно, некуда. Не хочется. Условно заключился. Поэтому выбор одет. И черный сыграли АС-5. Победа на доселе. Так и было. Феррик Финзе АС-2. Победа на доселе. 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 Немного Prayer. Победа на доселе. Но УС-4. Что значит, надолётами? 27, фельдер нужно будет отступить, и потом возьмем на C6, черный у меня экспозицию. Но вот здесь, смотря, был очень сильный удар, как вы думаете, какой? То есть белый не сам опять на C6. Значит, повторяю еще раз, вот здесь все можно, если белый выводит коня, то последний раз ладенца C7, и солнце. Солнце теряется обратно, можно играть, когда пены берут, черный берут, слуги и восемь, берут нагревоси. То есть упрощается позиция, а все порвало. Вот из-за этого. На этом ходе ладенца C7 держится контраграфирует. Но она не пропагает. Белый-белый крючки, как и ход. На C6? О, правильно. На C6 очень красивый ход. Здесь тоже строго напольной стратегии. Сейчас все белые фигуры прорвутся по белым полям. И ладенца, как ураган, все на своем пути испытает. Видите, ее нельзя? Потому что просто белый грудь, это движет. Потом мы в свободе берут гоня, потом будем висеть в слон, будем висеть в слон. То есть все на свете здесь погорит. Поэтому из-за грабли ладенца C7. Кажется, что этот фонд здесь тоже умеет. С RTC, прежде чем взять ладью, оттеснить нельзя. Если ферзь куда-то уходит, то тогда уже можно победить. И, в конце концов, за ладью можно и пострадать. За качество ладья, когда мы ученым подлижнем, можно и пострадать. Но следует еще один эффектный удар. Если за первый удар, то тогда мы должны найти и последующий удар. Какой? Ферзь есель? Ммм? Есель? Нет, я не знаю, что он ферзь, а я не знаю, что он говорит, а. Потому что на две отдали еще ферзь для одного раза. Какой десерт хирургод есть красивый? Конь бонезг. Как? Конь бонезг. Так ферзь подбой. А. А отступать хочется? Са шесть. Как? Са шесть. Ну, ты нарядишь ферзиару, да? Ну, ферзиару отдать можно, конечно, но надо за это что-то, какой-то вариант посчитать, чтобы он был могут на него. Вот белый пожертвенный Владимир, и шесть. А теперь они снова как-то Владимир, на другом поле. А ей уже, видите, как красиво Владимир. Сначала на Е6, как Владимир, а теперь на Е6, как Владимир Владимиров. Но теперь, что теперь делать? Если МШ, то после шаха берут коня, и опять, когда Малёв здесь теряется все наследие. Просто безнадежно поэтому. Поэтому, если корольев восемь, например, сыграть, то тогда ферзь нашли, и, ну, допустим, корольев восемь, то последний ферзь нашли. Если, допустим, берешь ладью, то ферзь нашлось в шах, корольев восемь, и... какой следующий ход? Под белым. Что делать? Слон на пять. Слон на пять планов. Вот такая красивая комбинация. Корольев восемь восемь центра на фигурную. Вот. Так что, очень эфирно. Число на пять шах. Владимир Владимиров, шесть. Херзь на десять. Там, в основном. Херзь на семь. Так что, Владимир Владимиров, шесть шах. Значит, корольев восемь восемь коса цукуля, как мы видели. Поэтому черным и нынешним будем поделить. Если я вам говорю, нет. Но... Владимир не хватает. Чисты причем, между прочим. Ну, это называется бенопольная стратегия. Все белые поля, а у бенов бенопольный стон работает. Все белые поля и супругу распоряжений бенов ещеопросто заканчиваются. Последует впереди 6 шаг, и на короче 7 просто белый сыгранин взяли на С6. Ну, лагеранцы еще не отыграли пока, но у них уже в качестве всего не хватает. И слов за лагеран, но эти все пока расслаблены, и дальше что делать? То есть черный сыгранин взяли на 5 до 8, и последовало ЦБ. ЦБ. Ну, если там на Б5, то можно лагерку включить, а можно еще на Б5 сискалью. Поэтому белый, черный сыгранин взяли на С6. Пытаясь выжить как-то своего правил на С6. 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 Последовало конь Д4. Конь Д4. Конь Д4. Конь Д4. Слишком много фигур не выдерживает, конечно, давление. А, нет, слон Д6. Конь Д4. И теперь? И теперь? Черный сыгранин взяли на С6. Черный сыгранин взяли на С4. Слон Д4. Слон Д4. Слон Д4. Слон Д4. Чемный, белый сыгранин взяли на С4. Забрали еще одну пешку. Ну, естественно, немного коричневого. Смотрим. Раз-два. 1, 2, 3, 4, 5, 6, но 4 бешки заканчивают, это уже более чем достаточно. Так что здесь уже конец. Черные сыграли Фельдпу 6. Как бы, да, тут еще. Связали слона, и последовало ладья Д1. Ладья Д1. Этого тоже связали, значит. Последовало Керны. Сыграли Фельдпу 6. Хоть одну пешку отриграть пытаются. И здесь еще некрасиво, да, заключительное, можно сказать. Здесь, значит, что у нас три пешки, два качества. В материальном плане это более чем достаточно. Но черные, кое-как, нет, ведь нам еще как-то завершить атаку. И белый в тридцей раз это партия жертв от ладьевы. Помните, первый раз я покажу, что он не шесть. Херна от ладьевы жертвы. Второй раз он покажу, что он не шесть. Херна нужно упреклинять жертву. И теперь тридцей раз жертвы, это не ладья Д4-6. Такая кассивопация. В редкий случай в теть раз в одной партии ладья принесли жертвы. Ну, ладья, это 4-40. Ладья против ладьевы. Здесь еще надо, еще надо, не хватит. Ученые два лишних качества. Ладья против слона и ладья против коня это два лишних качеств. Две ладья против ладьевы. Но позиция настолько ослаблена, что это не помогает. И так партия завершена сверхъема. Впереди шесть шаг. Король G8. Впереди беды шесть шаг. Еще одну точку мы захватили. Король F8. Впереди восемь шаг. Король G7. Впереди пять шаг. Король G8. Впереди пять шаг. Впереди шаг. Впереди беды шаг. Впереди беды шаг. Впереди беды забирают. И загоняем в королеву матку F7. Конь F6 шаг. Еще пахерят нам фигуру. Король F7. Слонги восемь шаг. Туда поближе к королеву. Король F8. Еще дебешку добавляем на C5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 5. Ну, приходится давать объем на 7. 5. 7. 5. 7. 5. 7. 5. 6. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 7. 9. 8. 7. 9. 11. и вообще нет никаких ходов, а пешки идут в связи, и здесь черные старости. Вот здесь, кстати, был такой ход. Сейчас какая-то здесь была. Задержу один шаг. Второй же два. Задержу один шаг. Кроме же один. Не знаю, водяной земли уже нет. Ферзь на сердце. Такая образа. А зачем? Программа латики не давать, если все вы поняли? Ферзь один шаг. Ферзь один шаг. Кроме же два. Ферзь уже один шаг. Первый раз выступать нельзя. И что на доске? На доске план. Это смешная комбинация. Если бы черные места за один и шесть, они же камеры за один и шесть. Если бы они захотели вот так вот сыграть, то они могли. Просто вот такой смешной комбинации могут быть. Но его, конечно, не было. Перевесывали. Но это надо иметь в виду, что любая позиция может играть, если аккуратно, потому что можно, наверное, сонталку. Смешно, если бы так, правда, забыть, пускай не могу на перевесы, на какие-то мячи. Но белые этого, конечно, не допустили. А зачем черным будут ставить ладью? Нет, черным самым задержанным. В вагоне они могли все отдать. Это цепепат, если бы белые сыграли поплохо. Но белые люди не сыграют вот так. Такой вариант мог бы быть возможен. Это вот эта задача, например, падла самым делами. Не получилось. Настя, просто когда перевес, то иногда бывает так, что быстро отдал фигуры, и в результате получил ничью. То есть это, ну, редко, но такое иногда получается. То есть белые могли просто взвернуть черным, белые могли взвернуть такой пад. Он говорит, народ с напад, что называется. Но там они смогли обращать в последний момент, когда я говорю, не надо было видеть, просто король мог бы сюда пойти, поэтому никакого падла не было. Но просто можно было народ с нападом, но вот он ничего, конечно, не получился. Но это даже не пад, это просто один из смешных вариантов, которые могут возникнуть. А так, в принципе, это пацаны очень красивые. Допустим, белые жертвы на решение, когда потом ладью жертвы на решение, потом жертвы ладью на решение, потом жертвы ладью на решение, потом еще больше жертвы на д-4. Победа, говоря о Мармале, сапоги за черного короля, смехи в соске седят черные пешки, ну и так далее. Но пад не впустили. Просто пацаны дай бачу из победы. Двух, так если я доходу, что же осталось. Вот еще одна практика.